В Мурманском областном избиркоме завершают прием документов кандидатов в депутаты Государственной Думы. Последний день суббота. Сегодня документы подал руководитель регионального отделения партии Гражданская платформа, мурманский обмудсмен Игорь Мораль. Для Гражданской платформы и для ее регионального руководителя, в частности, это первые выборы в федеральный парламент. Политическая партия возникла несколько лет назад, тем не менее платформа уже принимала участие в выборах в Горсовет и оказалась единственной проходной непарламентской партией. Игорь Мораль баллотируется не только от Мурманской области, но и от нескольких других северных регионов. В списке он первый. Это связано с законом о северах, над которым работает парламентарий. Я очень много в партии занимаюсь этим вопросом и считаю, что вопрос о так называемых северах, то, что мы недавно приняли, он недоработан, он не конкретизирован. Все, что касается вопроса заработных плат, компенсации, пенсий, льгот, там есть общие фразы и не прописаны конкретных инструментов решения этих вопросов. Изменения в закон, которые хочет внести кандидат, напрямую связаны с повышением уровня жизни северян и предоставлением льгот и компенсации в связи с тем, что они живут в условиях Крайнего Севера. В них проживает более двух миллионов человек в стране. Помимо гражданской платформы на кресло депутата Государственной Думы претендует Алексей Веллер от «Единой России», Андрей Кмусатян от «Коммунистов России», Геннадий Степахнул от КПРФ, Максим Белов от ЛДПР, Андрей Капитонов от партии «Парнас», Олег Дроздов от «Яблоко» и Александр Макаревич от «Справедливой России». Продолжение следует...